В сегодняшнем видео мы поговорим про использование времени present perfect после слова sense. Сегодня мы поговорим о примерах, когда в обеих частях предложения можно использовать либо present perfect, либо present perfect continuous. Давайте посмотрим на следующие примеры. Согласно Cambridge Dictionary, when sense introduces a state in the past that is still continuing in the present, we use a present perfect form of the verb after sense and a present perfect form of the verb in the main clause. Since I've been back at work, I've been feeling great. Ну то есть получается, что и Cambridge словарь дает нам правило, что можно в двух частях использовать, когда это имеет место в контексте, то есть когда то, о чем вы говорите, актуально на данный момент. Очень важно обратить ваше внимание на то, что здесь будет использован глагол состояния. Чаще всего это будет просто глагол be, который в present perfect принимает третью форму, то есть ban. И не смущайтесь, что я произношу его не been, а been, так как я говорю на American English, в частности west coast, American English. It has only been a couple of months since you've been on the job. Получается, с тех пор, как вы работаете, прошло несколько месяцев. It's only been a couple of months since you've been on the job. То есть вся ситуация в настоящем времени, несмотря на то, что прошедшее время здесь, оно как бы подразумевается, но так как все действия актуальны на сегодняшний момент, используются именно present perfect. То есть смотрите. Since you've been on the job. Have you noticed that has been having less symptoms since you have been doing this? Здесь, видимо, речь о каком-то позитивном эффекте чего-то, какого-то действия, или, может быть, каких-то манипуляций, или, может быть, поведения. Поведенческий паттерн поменялся, что это благодворно влияет на человека, у которого пропали симптомы, может быть, какой-то болезни. It has been quite a short period since you have been with us. Здесь, так же, как и в предыдущих предложениях, очень мало времени прошло с тех пор, как вы с нами. Может быть, это работа, речь о работе, может быть, это работа над каким-то проектом. То есть since you have been with us. С тех пор, как вы с нами. То есть человек начал работать с этими людьми и до сих пор продолжается. Соответственно, если мы поставим туда since you were with us, получается какая-то несовместимость, потому что war будет нам говорить о том, что действие завершилось, а здесь, собственно, человек до сих пор с ними работает. He only had a brief four years break from work since I have known him. Здесь у нас глагол поменялся. Глагол know. Так же глагол состояния, если вы помните. То есть since I have known him. С тех пор, как я его узнал, то есть и до сих пор знаю. Вы можете усилить слово since, поставив перед ним слово ever. То есть тот же самый смысл, но просто it's more emphatic. Ever since I've known it, I've been most anxious to acknowledge to you how gratefully I feel it. Здесь человек просто благодарит другого человека. С тех пор, как я узнал об этом, мы не знаем конкретно чего, мне трудно было перед вами признаться, насколько я благодарен вам за что-либо. То есть since I have known it, до сих пор человек что-то знает. Ну и, наверное, классическим примером будет название одной песни Kelly Clarkson Since You've Been Gone. И, по-моему, даже у... еще у кого-то было в моей... в моей Teenagers' Years песня на русском радио на Европе Плюс играла Since You've Been Gone. То есть тогда мне это не вызывало вопросов, но как-то вот недавно я стал думать, действительно, я что же говорю, since you've been, а в чем разница между в прошедшем временем и present perfect? Оказывается, все очень просто. Если тот процесс, состояние актуально на сегодняшний момент, мы можем использовать present perfect. Напоминаю, что у моего канала есть инстаграм, найти. Вы меня можете напечатать в currells underscore english. Я желаю всем отличных выходных. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok